gps 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 привет друзья сегодняшним нашему видео мы выберем gps трекер для грузового транспорта для под грузовым транспортом я подразумеваю грузовую технику строительную технику сельхозтехнику для начала для того чтобы поговорить о выборе мы разберемся чем же отличается gps трекера и что что увеличит его стоимость и так возьмем для примера вот такой трекер и на его примере мы рассмотрим первый момент это наличие встроенных или выносных антенн примеру данный производитель используют встроенные антенны данный производитель использует внешние антенна что это означает внешние антенны это вот такие антенны которые увеличены на который подсоединяются вот к нему и выводится под панель для чего они сделаны для того чтобы улучшить сигнал gps и gsm в основном это используется для отечественной техники для сельхозтехники где панель приборов металлической для улучшения сигнала лучше использовать внешний антенна следующий показатель чем отличается это корпус на данных устройств корпус пластика данных устройств корпус металлический визуально это красиво но скажу из практики что это не является основным критерием для выбора потому что gps tracker находится внутри транспорта под панели он не подлежит каким-то там сложным нагрузкам температурными так дальше следующий момент чем они отличаются это все-таки производителя есть производство украины есть производство китай есть европейское производство и как ни странно украинские производители почему-то идут дороже это объясняется просто украинский объем рынка он меньше чем европейский поэтому за счет стоимость комплектующий украинский производитель почему-то пока остается немного дороже чем все остальные на этом основные критерии у нас закончены следующих видео я остановлюсь подробно на каждом из этих устройств поговорим о плюсах и минусах и научимся их выбирать уже непосредственно каждого сделаем обзор